В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Получить профессию, находясь в декретном отпуске, стало реальностью. Служба занятости реализует программы по дополнительному профессиональному обучению ямальцев. В Муравленко вновь зазвучала педагогическая симфония. В городе торжественно открылся конкурс профессионального мастерства среди учителей и воспитателей. Лучшие номера коллективов и исполнителей увидят зрители. На Ямале стартовали отборочные туры на конкурс художественного творчества в рамках 6 окружного пасхального фестиваля. Во всех филиалах Ассоциации «Ямалпотомкам» появится объединение для молодежи и старейшин. Такое решение принято на внеочередном съезде общественной организации. Изменения направлены на усовершенствование структуры Ассоциации коренных малочисленных народов Ямала в части молодежной политики и работы со старшим поколением. По словам президента Ассоциации, объединение молодежи связано еще с тем, что в стране проводят много всероссийских и межрегиональных мероприятий. Для того, чтобы занять в них как можно больше молодых тундровиков, отделение молодежи создадут там, где их еще нет. Это сделано для того, чтобы тем самым объединить нашу молодежь, сподвигнуть ее на общение, на самореализацию. Здесь необходимо отметить, что молодежные отделения уже в части наших филиалов есть и действуют более 10 лет. Для примера можно привезти Тазовский район. У них очень активна молодежь. И вот этот опыт их работы можно было бы распространить и на другие филиалы и представительства. В городе стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства «Педагогическая симфония-2017». За звание лучшего в номинациях «Учитель года» и «Воспитатель года» соревнуются 15 работников школ и детских садов. На торжественной церемонии открытия побывала Марина Мехедова. Детская душа, как природа, требует бережного отношения. Церемония открытия городского конкурса «Педагогическая симфония», как всегда, с философским подтекстом. В этот раз конкурсантам предлагают порассуждать об экологии отношений учитель-ученик. Изменения в образовании, новые стандарты, новые требования. Но что остается неизменным? Неизменным остаются дети, к которым мы идем каждый день. Это учитель, без которого не может состояться процесс обучения. Семь воспитателей, восемь учителей. Опытные педагоги волнуются не меньше молодых. Конкурс – это экзамен, прежде всего, перед собой. Творю сама и творческих людей я уважаю. В своей работе и когда я применяю. С компьютером на «ты» и «борд» и «поверх-конт» и «ксель» по силам мне. О да, хочу сказать про ВГОС. Я им владею в полной мере. Прошла все курсы, сертификаты я имею. За 28 лет в педагогической симфонии приняли участие около двух сотен педагогов. Это настоящая школа передовых идей, которая объединяет тех, кому присуще творческое вдохновение и любовь к детям. Мне бы хотелось пожелать вам, конечно же, веренности, мудрости, чтобы каждое ваше занятие принесло и вам, и вашим коллегам как можно больше профессионального мастерства. И, конечно же, я хочу пожелать удачи. И всем на конкурс. Впереди у конкурсантов 10 напряженных дней. Заочное жюри уже оценило методическое портфолио участников, в том числе личный интернет-сайт. Самоответственный этап – открытые занятия. Ученики и педагог видят друг друга впервые, а им за 45 минут нужно вместе освоить новую тему. Новые предметы к какой части речи относятся? Слова предметы, предметы, предметы относятся к части речи. Федеральный государственный и новый профстандарт диктуют свои условия. Среди критериев оценки занятия – культура, поведение виртуальной среде, умение удивить, использование дискуссионных подходов, наличие ценностных ориентиров – всего 50 пунктов. Мы видим и слышим, как отвлекаются дети, поэтому это критерии, которые настолько органично вплетены в ткань урока, которые можно заметить. То есть, увидев целостность представления и потом отношения педагога. После методических семинаров и мастер-классов для коллег пятерка лучших педагогов соберется за круглым столом образовательных политиков, по итогам которого и определятся два победителя. Им предстоит отправиться на окружной конкурс, который пройдет в апреле в Салихарде. Марина Михедова, Сергей Шалафан, телерадиокомпания «Муравленка ТВ». Подпуск по уходу за ребенком – хорошая возможность получить дополнительное образование. Специальная программа Центра занятости населения помогает женщинам бесплатно повысить квалификацию или приобрести новые навыки. Так, только в прошлом году желание получить профессию изъявили около 300 ямальских женщин. Часть из них решили переучиться и повысить квалификацию. Некоторые нашли работу, а кто-то даже решил открыть собственное дело. Эльвира Валияхметова продолжит тему. Любой из родителей, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, может повысить свой профессиональный уровень или приобрести новую специальность. Такую возможность предоставляют ямальские центры занятости, которые на протяжении нескольких лет реализуют программу профессионального обучения граждан, находящихся в декрете. Для того, чтобы пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию, женщины, находящиеся в декретном отпуске, могут обратиться в центр занятости с заявлением, предоставить паспорт, свидетельство о рождении и документ, подтверждающий нахождение ее в декретном отпуске. После чего мы направляем по согласованию с женщиной, мы выбираем учебное заведение и выдаем направление по конкретной профессии. В сфере продаж Юлия Вострикова работает больше 12 лет. Несмотря на имеющийся опыт, женщина уверена, что повышение квалификации дает возможность получить дополнительные знания. В прошлом году она бесплатно прошла обучение по специальности «Бухгалтер 1С». Получила много нового информации, много нового узнала, что на самом деле, если знаешь, как правильно работать с данным приложением, с данной программой, то, в принципе, работа гораздо сокращается по времени, ну и производительность лучше. Вот мы с Юлей как разговариваем после того, как она отучилась. Вот она знает то, чего я даже не предполагал по тому же Экселю. И это приятно, это радует. И эти знания человеку нужны. Не важно, сколько ты там на свете прожил, но обучаться всегда нужно. Если такая возможность есть, то это не может не радовать. Принять участие в программе могут граждане, состоящие в трудовых отношениях с работодателем и не зарегистрированные в органах службы занятости. За время действия программы в нашем городе обучение прошли 8 человек. Все расходы компенсируются из средств окружного бюджета. Женщины могут переобучиться на любые профессии по согласованию с работодателем, конечно. То есть, если работодатель после окончания декретного отпуска имеет возможность перевести женщину на другую профессию, либо требуется повышение квалификации, то здесь уже индивидуальный подход. Рассматриваем любые варианты. Мы используем формы дистанционного обучения. Чаще всего, конечно, мы обучаем в нашем многопрофильном колледже. Сегодня, когда меняются качественные требования к профессиям, профобучение помогает лучше подготовиться к выходу на работу, восстановить подзабытые навыки, значительно повысить свою квалификацию и освоить новые технологии. Эльвира Валиахметова, Андрей Нагибин, Владислав Дроботов, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». На Ямале стартовал конкурс художественного творчества в рамках шестого окружного пасхального фестиваля. Свою тематическую программу, посвященную празднованию Святой Пасхи, на суд жюри представили и муравленковские артисты, причем смотр номеров проходил на городской сцене. В Доме культуры Украины коллективы представили на суд компетентного жюри программу из вокальных, хореографических и инструментальных номеров. Очень правильно, что показали все жанры, не побоялись совместить, сделать вот этот синтез, соединить и эклектику некую. То есть это называется некое нарушение, когда там лен по бархату, но это было красиво, это было вкусно. Меня это нисколько не раздражало, мне это было приятно смотреть. То есть это было не пошло. Вот есть такая фраза, здесь было все вкусно и все было очень во многом, даже во многом удивили. Собирать на светлый праздник Пасхи лучшие таланты региона и дарить православным верующим большой праздничный концерт в округе уже стало традицией. В этом году жюри определит победителей по итогам трех конкурсных отборов. Они пройдут в разных городах региона. Лучшие номера коллективов и отдельных исполнителей увидят зрители окружного фестиваля. Он пройдет в апреле в ноябрьске. В Эколого-Краеведческом музее открылась персональная выставка декоративно-прикладного изобразительного искусства «Артфейрверк». Автор экспозиции Ирина Иванова – педагог детской художественной школы. Свою дебютную выставку она посвятила Году экологии на Ямале. Воспитанники художественной школы продемонстрировали зрителям платья и костюмы, изготовленные из необычного материала – полиэтилена. По замыслу автора это символизирует необходимость правильной утилизации этого материала и защиту окружающей среды. Вместе с тем на выставке художница представила картины, выполненные в различных техниках. Это очень волнительное мероприятие как для меня, так и для моих учеников, потому что это дебют. И, наверное, каждый мечтает художник выставить свои работы, показать их народу, познакомить с творчеством. И мне хотелось бы, чтобы дети на некоторое мгновение стали звездами. В городе выбрали самую спортивную семью. В минувшие выходные прошли соревнования семейных команд в зачет 17-й городской спартакиады. Четыре семейные сборные состязались в настольном теннисе, дартсе, эстафете и шашках. Семьи приходят всегда охотно. В основном это одни и те же семьи, которые каждый год приходят, участвуют. Им очень нравятся эти мероприятия. Многие семьи уже даже общаются между собой, дружат. Но это сплачивает и объединяет семью. Ну а плюс ко всему это еще и здоровье. По итогам соревнований третье место в упорной борьбе завоевала семья Тарасенко. На втором – Фасхиевы. Абсолютным лидером стала семья Маликовых, представителей системы образования. Именно им теперь предстоит представлять город Муравленко на окружных соревнованиях семейных команд, которые пройдут в Губкинском. Это все новости на сегодня. Информационные выпуски по-прежнему доступны в интернете на сайте компании «Муравленко.тв». Я благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.